В армиях некоторых стран мира есть элитные подразделения, которые выделяются на фоне других. Они созданы для самых трудных миссий. И всё, начиная с подготовки и заканчивая задачами, выходит за рамки обычных армий. И их способности вас поразят. ШАЙЕТЕТ-13 У Израиля есть несколько специальных частей. Но ШАЙЕТЕТ-13, пожалуй, самая уважаемая и одновременно одна из самых секретных из них. Подразделения, созданные в 49-м году, также называют людьми молчания. И по виду солдат можно понять, что они умеют заставить людей замолчать. Хотя ШАЙЕТЕТ участвовал практически во всех крупных конфликтах Израиля и боролся с повстанцами, вы, скорее всего, мало о нём слышали. Всё потому, что информация о нём так строго контролируется властями, что до общественности доходит лишь немного. Об этом таинственном подразделении флота Израиля известно, что оно состоит из трёх рот. Первая, рейдерская, занимается миссиями по убийствам, вылазкам и борьбе с терроризмом. Вторая, подводная, как подсказывает название, в основном участвует в подводных и морских операциях, а также в разведке. И, наконец, надводная рота обладает флотом из катеров и подводных лодок для транспортировок и атак на поверхности. Как правило, для вступления во многие подразделения требуется определённый срок военной службы, и новобранцев ШАИТ-13 ждёт очень высокая планка. Для вступления в его ряды нужно минимум 4,5 года службы, не считая 20 месяцев интенсивных тренировок, которые обязательны для всех. Они включают базовую и дополнительную подготовку, необходимую для морских сражений. Затем бойцы проходят углублённую подготовку по боевому дайвингу в уникальных гидрокостюмах и самых современных дыхательных аппаратах. Солдаты должны соблюдать секретность даже здесь, и им разрешается разве что выпускать пузырьки кислорода. Некоторые бойцы даже умирали во время упражнений. Чтобы выжить в плену, офицеры подстраивают похищения для кандидатов в ШАИТЭД и держат их в тюремных условиях две недели. Заключённые в одиночестве, они подвергаются жестоким допросам и даже насилию. Их заставляют выполнять унизительные действия и раздевают догола. В большинстве стран это называют пытками, но в Израиле это тренировки. Разумеется, такая подготовка невероятно жестоко и влияет и на тело, и на разум, так что неудивительно, что число сдавшихся крайне высоко. И, как следует ожидать в подобной организации, точная цифра засекречена. Однако иногда проходят настолько мало людей, что спецподразделение едва может работать из-за недобора. Но это никогда не мешало ей выполнять опасные миссии, вроде операции «Полное раскрытие». Она произошла в 2014 году, когда иранский корабль Кейлос-Си перевозил смертоносное оружие дальнего поражения через Красное море. К нему выдвинулись бойцы ШАИТЭД-13, которые смогли успешно захватить судно. Причём враг их так и не обнаружил. Есть и другие истории. Во время Ливанской войны 2006 года израильские бойцы пролетели сотни километров и высадились в тылу врага, а затем атаковали Сур, где базировалась Хизбалла. Это было самоубийством, потому что бойцы Хизбаллы имели в своём распоряжении сеть ракет и могли уничтожить врага за считанные секунды. Но солдаты ШАИТЭД-13 проникли внутрь и уничтожили 30 командиров, не потеряв ни одного солдата, а затем обеспечили безопасность ракет. Несомненно, это впечатляет, но это лишь две из бесчисленных побед данного спецподразделения. И если честно, маловероятно, что мир когда-нибудь услышит о большинстве миссий, которые провёл ШАИТЭД. Группа Альфа В России очень серьёзно относятся к национальной безопасности, и это подтверждает управление специального назначения Альфа. Девиз этой группы гласит «победить и вернуться». И по нему можно понять, насколько бесстрашны эти спецназовцы. Альфу сформировали под командованием КГБ ещё в СССР в 1974 году, после теракта во время Олимпийских игр в Мюнхене. Постепенно она превратилась в спецподразделение по борьбе с терроризмом. Сегодня Альфа занимается спасением заложников самых разных ситуаций, включая штурм захваченных зданий или поездов и самолётов. Чтобы в подразделения входили самые лучшие, все кандидаты должны иметь высшее образование и обязаны пройти тренировки сроком минимум три года. В них входят пехотная подготовка, прыжки с парашютом, дайвинг, снайперские операции и, конечно, стрельба. Также новобранцы изучают иностранные языки и боевые искусства, чтобы подготовиться к любой ситуации, и проходят психологическую подготовку для усиления верности стране. Так что здесь всё серьёзно. Благодаря этому Альфа является основой военной мощи России, настолько, что переворот против президента в 1991 году провалился, так как группа отказалась участвовать в нём. Несмотря на угрозы со стороны руководителей КГБ, спецназовцы сохранили верность и не желали выступать против руководства партии. Из-за этого нападение на здание парламента или Белого дома не могло состояться, и путь в конце концов развалился. Хотя Альфа является ключевым звеном в костяке российской армии, она считается безжалостным подразделением, и не зря. Так в 1979 году она повела 700 советских солдат на штурм дворца Таджбек в Кабуле. Приказ был очень простым – убить всех в здании. Внутри находилось 2200 человек, включая обученных солдат национальной армии и охранников дворца, и советские бойцы были в явном меньшинстве. Какие-то отряды могли сдаться, но солдаты Альфы были обучены беспрекословно выполнять все приказы. Они ворвались внутрь и ликвидировали приблизительно 350 человек всего за 43 минуты. Весь дворец оказался захвачен менее чем за час, из-за чего оставшиеся 1850 солдат и охранников сдались. После этого Альфу даже назвали одним из самых эффективных подразделений в мире. В общем, с Россией шутки точно плохи. Морские котики Когда Голливуд хочет заработать на военной тематике, обычно персонажи фильмов основаны на этих крутых парнях. Это идеально обученные солдаты морские котики, и это одно из ведущих подразделений специального назначения в армии США, и неспроста. Аббревиатура значит, что они занимаются морскими, воздушными и наземными операциями, и они приспособлены ко всему. Котики могут работать в любых условиях, будь то пустыни и городские районы или джунгли и даже тундра. Но их способность адаптироваться к местности уходит еще дальше, благодаря безумным тренировкам. Если котикам нужно погрузиться в холодную воду, они обучаются в Кодиаке на Аляске. Там они акклиматизируются и их бросают в ледяную воду на 8 минут. Еще несколько минут и человек умрет. Такие упражнения приближают их к переохлаждению, но это крайне необходимо для выживания и успеха в любой миссии. Плохая погода – это только начало. Многие из миссий морских котиков проходят на опасной территории, где воспользоваться обычным транспортом нельзя. Поэтому котики прыгают с парашютом, добираются на подлодке, быстром катере или же на вертолете. Они даже обучены плавать к цели в полном боевом снаряжении. А когда они достигают места назначения, начинается экшен. По словам котиков, их миссии обычно заключаются в боях, специальной разведке, борьбе с террористами и внутренней обороне за рубежом. При таких высоких ставках процесс набора бойцов, мягко говоря, непростой. Что же нужно, чтобы стать морским котиком? Подготовка включает год базовых тренировок, хотя ничего базового в них точно нет. Помимо постоянных упражнений, кандидатов связывают и бросают в бассейны, где им нужно выполнить задания, исключительно используя зубы. Их также учат завязывать и развязывать пять узлов прямо под водой, не поднимаясь наверх за воздухом, и стилю плавания, позволяющему проплыть десятки километров без изнеможения. И это еще цветочки. Потому что через четыре недели начинается адская неделя. Пять дней и пять ночей почти постоянных тренировок с четырьмя часами сна. Мозги кандидатов отключаются из-за сонливости, но они переносят лодки, ползают по илу, поднимают тяжеленные бревна и даже проходят через пытку волнами. Тем, кто отличился, инструкторы могут разрешить постоять у огня или поспать всего несколько минут. Все это нужно, чтобы довести физическую и умственную силу до предела. И чтобы солдаты могли эффективно работать, не обращая внимания на дискомфорт. Этот процесс настолько жесток, что в некоторые годы больше котиков умирало на тренировках, чем в сражениях. И среди тех, кто выжил, вплоть до 80% кандидатов в конце концов сдаются. Даже олимпийские спортсмены не дошли до самого конца. А там новобранцев ждет еще 18 месяцев подготовки и интенсивных тренировок. Хотя миссии котиков редко придаются огласке, одна из самых известных их побед – это операция «Копье Нептуна», в ходе которой ликвидировали Усаму Бен Ладена. Под покровом ночи котиков сбросили на вражескую территорию, и они смогли устранить одну из самых важных целей в истории США за 30 минут. Некоторые не успевают даже душ принять за это время. Так или иначе, эта миссия увенчалась успехом. Впрочем, как и большинство заданий котиков, которые обычно заканчиваются до того, как люди о них узнают. САС Специальная авиадесантная служба Британии – старейшее спецподразделение в истории. Во Вторую мировую войну потребовалась элитная команда обученных солдат, которые могли проникать на вражеские позиции. Они должны были выполнять секретные неофициальные операции, нанося существенный ущерб. Их многочисленные успехи подтвердили девиз САС – «Кто рискует, побеждает». И сегодня служба занимается специальными операциями, наблюдением и борьбой с терроризмом. Но от других спецгрупп их отличает невероятно жесткая отборочная подготовка. У большинства кандидатов есть военный опыт, однако многие все равно проваливают отбор. Пятимесячная тренировка нацелена на то, чтобы сломать каждого кандидата и физически, и морально. Испытания на выносливость включают скоростные марши по британской сельской местности. Кажется, что это легко, но нет. Солдат ждут целых шесть марафонов, которые надо пройти за пять дней. А чтобы доказать свою выносливость, кандидаты носят рюкзаки с кирпичами, которые весят до 25 килограммов, проходя через холмы за определенное время. Солдаты не могут позволить себе замедлиться, и им приходится двигаться вперед и каждый день терпеть мучительную боль, если они хотят попасть в САС. Многим рюкзаки натирают спину до крови, а некоторые испытывают галлюцинации из-за жары и сильной усталости. Доходило до того, что несколько кандидатов умерло во время отбора. Потом выживших ждут тренировка в джунглях, а затем они обучаются стрельбе, тактике и рукопашному бою. К концу всего этого процесса остается лишь один из десяти кандидатов. Но после этого их ждет главный физический и психологический тест. Охота на человека. Кандидатов выпускают, давая компас, простую карту и одежду, которую они носят, и за ними пускаются в погоню спецназовцы САС. Новобранцы должны прятаться любым способом и использовать ландшафт, обучение и свои знания. Когда их в конце концов ловят, они проходят самый сложный уровень подготовки из всех – сопротивление допросу. С мешком на голове и в наручниках кандидатов сажают в грузовик и отвозят в центр заключения. По прибытии их немедленно подвешивают и обливают ледяной водой. Затем несчастных новобранцев оставляют в неудобных позах, а на фоне играет белый шум, так что они даже не могут думать об отдыхе. Лишенные пищи, воды и сна на срок вплоть до семи дней даже самые сильные мужчины нередко испытывают нервный срыв. Но они могут плакать сколько угодно. Их ждет провал, если они снимут мешок или скажут на допросе что-либо помимо их номера. Очевидно, что САС не желает рисковать, отправляя свои войска на опасное задание. Если, конечно, после такой подготовки вообще останутся солдаты. Но она учит эффективности и смелости. И это видно по работе САС. Например, операция Баррес в 2000 году. Тогда 11 солдат ирландского полка были взяты в плен повстанцами Сьерра Леона. Переговоры провалились, и САС отправились помочь десантникам. Они очистили здание и освободили заложников. Хотя один боец САС погиб, минимум 25 повстанцев были убиты, и все заложники остались в живых. В ходе операции в Афганистане в 2018 году один солдат САС смог проникнуть в туннели, в которых пряталось несколько террористов. Местное ополчение отказалось от погони, но этот боец уничтожил всех шесть сбежавших террористов в темноте с помощью всего лишь пистолета и молотка, когда пистолет заклинило. Это была нестандартная ситуация, но солдат выполнил задачу. Учитывая все это, неудивительно, что САС считается элитным спецподразделением. И помимо всего прочего, бойцы обучаются с оперативниками Ми-5 и Ми-6 искусству шпионажа. Так что офицеры САС — это по сути морские котики и Джеймс Бонд в одном лице. Боевые пловцы Иногда важно не количество, а качество. Если вы мне не верите, то просто спросите датских боевых пловцов, спецподразделение, в котором состоит менее 350 человек. Название отряда переводится как «Лягушачий корпус» или «Корпус водолазов», и это самая настоящая современная гроза морей. Часть Королевского флота Дании это подразделение было создано в 1957 году, и оно взяло за основу лучшие элементы норвежских, британских и американских армий. Отряд занимается разведкой и отправляется в самые опасные места. Бойцы могут с легкостью действовать на пляжах, фьордах и в гаванях, но они также обучены специальной разведке, десанту на судно, саботажу и бою в любой ситуации. Выдерживать долгое время в холодной темной воде невероятно трудно, и этому нужно учиться. Поэтому подготовка этих датчан намного жестче, чем у многих других спецназовцев. Хотя военный опыт не требуется, процесс отбора отсеивает более половины всех претендентов в первую неделю, отделяя любителей Call of Duty от настоящих бойцов. Нужно пробежать 2,7 км за 12 минут, пройти с тяжелым снаряжением 40 миль, проплыть 300 метров за 8 минут и еще почти 25 под водой. На этом этапе многие кандидаты пытаются надеть снаряжение прямо под водой, но неопытные дайверы иногда теряют сознание и их вытаскивают. И все эти испытания всего лишь начало отборочного процесса. В нем участвуют где-то 200 человек, однако менее 10% дойдут до следующего этапа. Он включает навигационные марши, множество тренировок в холодной воде, тысячу отжиманий и марши на 26 км, которые проходят по вечерам в неделю отдыха кандидатов. И все это нужно пройти всего лишь за 6 недель. Оставшиеся 8 месяцев бойцы сосредоточатся на базовой и технической подготовке и будут обучаться погружению под воду с аквалангом, патрулированию и обезвреживанию бомб. За выпуском следует еще один год обучения. И только потом новобранец войдет в отряд. Там его ждет почти полная секретность, потому что Дания редко публикует информацию о миссиях пловцов. Известно, что для некоторых заданий вроде разведки спецназовцы иногда носят маски, чтобы скрыть форму головы и даже шеи. Для тех, кто смотрел «Властелина колец» или «Гарри Поттера», это зрелище может показаться пугающим. Это даже затрудняет их обнаружение, когда они отслеживают цель. Так что это смертоносная и почти невидимая сила. Но с такой униформой они неизбежно привлекают внимание. Может быть, есть неписанный закон, который требует, чтобы спецназ выглядел так, будто он готов к апокалипсису в стиле «Миссия невыполнима»? Какое из этих подразделений по-вашему выглядит круче всего? Расскажите в комментариях. И вы можете проверить свои снайперские способности и кликнуть на «Нравится» и подписаться под этим видео. Дельта Вы можете знать его как «Отряд Дельта» или просто «Отряд». Но официально это первое подразделение специального назначения «Дельта». У него много неофициальных названий, что объяснимо, ведь лишь немногие публично рассказывали об этом подразделении, и её операции обычно засекречены. Помимо борьбы с террористами, «Дельта» участвует в спасении заложников, разведке и менее скрытных боевых миссиях. Сформированная в 1977 году, когда начала расти террористическая активность, это спецподразделение изначально должно было оставаться неизвестным для общественности. Это не удалось, но секретность всё равно есть. Многие миссии строго засекречены. И даже когда бойцы погибают в бою, родственникам не сообщают, где он служил. Они правда уносят тайну в могилу. Говорят, что процесс отбора солдат в «Дельту» самый сложный во всём мире. Большинство кандидатов опытные военные, как правило, из специальных сил вроде воздушных десантников или котиков. И, как правило, они имеют опыт активных боевых действий. Но даже их опыта и физической подготовки не всегда достаточно, чтобы пройти этот невероятно жёсткий процесс отбора. В него входит месячный курс, в ходе которого выделяют лучших из самых лучших. Кандидаты должны показать мастерство управления боевой техникой, взлома замков, сноса зданий и владения оружием. Всё это нужно, чтобы создать настоящую машину-убийцу. Большинство подробностей о процессе остаются засекреченными, но считается, что менее 10% кандидатов проходят отбор в «Дельту». Тех, кто прошёл дальше, ждёт новый этап обучения. И тогда ещё 50% бойцов могут сдаться. То есть, из группы в 120 кандидатов пройдёт только где-то 6 человек. И это в лучшем случае. Из-за такого жестокого отбора, скорее всего, численность отряда «Дельта» составляет где-то 1000 бойцов. Но эффективность не зависит от количества. Хотя многие детали деятельности «Дельты» держатся в тайне, её участие во вторжении в Панаму в 89-м году попало в новости. В декабре того года бойцы «Дельты» смогли вызволить американского заложника из тюрьмы в центре Панамо-Сити. Несмотря на то, что их вертолёт сбили и солдаты серьёзно пострадали, им удалось освободить заложника и команду без каких-либо жертв с их стороны. А через несколько дней «Дельта» использовала психологические уловки, чтобы убедить деспотичного президента Панамы Мануэля Нориегу поднять белый флаг. Удивительно, что он продержался так долго. Я бы сдался при одном их виде. Я не трус. Я просто люблю, когда в теле нет дырок от пуль. Конечно, невозможно рассказать про все элитные подразделения в одном видео и отдать им всем должное. Так что я показал лишь шесть. Если вы хотите продолжения, напишите об этом. Потому что я с радостью расскажу больше. Вы бы хотели вступить в какое-нибудь из этих подразделений, если бы смогли пройти отбор? Напишите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok